В районном Доме культуры состоялась традиционная августовская педагогическая конференция. Темой серьезного разговора руководителей школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, депутатов, глав поселений района, представителей родительских комитетов и общественности стало «Безопасное детство», а также подведение итогов прошлого года и планы на новый. Подробнее в следующем материале выпуска. До начала конференции нашей съемочной группе удалось пообщаться с директорами школ, учителями, руководителями высших учебных заведений. Директор школы номер 43 хутора Барониковского Людмила Андрущенко поделилась планами на новый учебный год. От имени всех директоров она ожидает первых серьезных результатов от детей, которые уже 4 года учатся по новым федеральным государственным стандартам. Очень хочется, чтобы в этом году наши дети смогли точно так же, как и в этом учебном году, показать хорошие высокие результаты по результатам ЕГЭ и государственных экзаменов в 9 классе. Очень хочется, чтобы одаренные дети программа реализовалась. В прошлом году у нас замечательно выступил наш Данил Чернышко на конкурсе «Живая классика». Нам бы очень хотелось, чтобы и в этом году наши ребята не боялись никаких вершин. Своими успехами и планами также поделился директор филиала Кубанского государственного университета Славенска-на-Кубани Антон Яценко. В этом году в составе филиала Кубанского госуниверситета открылся колледж и осуществлен набор на базе 9 классов. Первые 110 человек – это выпускники школ Славенского, Крымского, Красноармейского районов и Темрюкского районов – сядут за пару 1 сентября, чтобы получить образование среднего профессионального уровня. Для директора школы номер 17 Анжелы Демченко с 1 сентября начинается новый календарь. По ее словам, для всех начало года – это Новый год, а для нее и ее коллег – это 1 сентября. В этом году 17-я школа пополнилась большим количеством учащихся. По итогам учебного года у нас в школе обучалось 780, то на сегодняшний день их уже 850. Три первых класса с наполняемостью по 33 человека. На территории Славенского района работает 93 образовательных учреждения. В них обучается почти 15 тысяч школьников, 4 тысячи студентов, 5 тысяч детей получают дошкольное образование. Планомерно оснащаются образовательные учреждения. Все они готовы к приему учеников. Образование 2014 – год идей и кропотливой работы. В векторе развития отрасли образования в Славенском районе акцент был сделан на серьезные качественные изменения в материально-технической базе учреждений. Установлено новое учебно-лабораторное спортивное оборудование, туристическое снаряжение, компьютерная техника. С новыми идеями улучшения качества образования приступают к работе в новом учебном году педагоги Славенского района. По традиции, все свои наиболее важные проблемы они обсудили на ежегодном августовском собрании. Открыл его глава Славенского района Роман Синяковский. Я уверен, что ваш профессиональный жизненный опыт, умение выстроить диалог с родителями позволит учить и воспитать участие в Славенском районе. Педагогическая конференция собрала представителей школ, садиков, учреждений дополнительного и профессионального образования. В ходе конференции участники обсуждали, согласовывали позиции и принимали задачи муниципального уровня – уровня образовательного учреждения по приоритетным направлениям развития системы образования края. Основной упор конференции был сделан на необходимость совместной работы учителей и родителей. Большое значение придавалось тому, что школа должна давать не только знания, но также нравственное и духовное воспитание. Для этого важно тесное сотрудничество с семьями. Заместитель главы района по социальным вопросам Ольга Леус детально проанализировала положение дел и качество образования в нашем районе. Тема сегодняшней конференции очень важна и, уважаемые коллеги, как никто лучше это осознаете. Если нарушена безопасность, смерть не все – обучение, распитание и все, что нас окружает, становится ненужным. Незабыты события в Веслане. Прошло 10 лет, но материнское горе не проходит. Мы с вами, коллеги, участвуем в оказании помощи беженцам в Украине. В Украине более 36 тысяч, у нас более тысячи человек. Более 100 детей пойдет в первый класс в этом году, 1 сентября. В ходе конференции уделили внимание и молодым педагогам. 20 начинающим учителям вручили цветы и подарки. Завершилось мероприятие награждением лучших образовательных учреждений района. Участники конференции отправились в новый учебный год с новыми идеями, мыслями, задачами на предстоящий год. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».